Лёля, детка моя, если в меня будет Орёл, хай будет Алан. Если девочка, хай будет Люси. Но в ЗАГСе папе сказали, вы знаете, Люси таких имён нет. Назовите Людмилой. Это русское имя означает людям милы. К ней все будут с дорогой душой, предвидел отец Людмилы Гурченко. Память о великой, поистине народной артистке жива. Актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Но на Гришаеву исполнилось 17 песен из репертуара Гурченко в концертной программе «Смотри, смотри на этот мир», которая прошла на сцене культурного центра Любови Орловой в Звенигороде. Актрисе аккомпанировала Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр. Такой тандем между Ноной Гришаевой и Андреем Балиным – это, безусловно, должно быть очень интересно. Нона Гришаева с творчеством «Примадонны» знакома давно. Говорит, песни Людмилы Марковны ей очень близки. Лично подбирала их для концерта. Она мне говорила, я хочу спеть эту песню, эту, эту и эту. Дмитрий Михнович мастерски сделал все аранжировки. И когда она пришла на репетицию, она получила удовлетворение. И ей казалось, что оркестр играет даже лучше, чем в фильмах оркестр Георгия Гараняна. Супруг Людмилы Гурченко с трепетом вспоминает о любимой женщине. Сам активно участвует в проектах, посвященных ее памяти. В таланте Ноны у него сомнений нет. А значит, концерт достоин внимания зрителей. Это важно прежде всего для зрителей, которые помнят, которые любят, которые хранят какие-то светлые воспоминания, которые с удовольствием посещают такие концерты. Я надеюсь, что сегодняшний концерт в замечательном городе Звенигород не станет исключением. Тем более, что Нона это делает блестяще, и Андрей Балин, и его оркестр делают это блестяще. Программа не оставила равнодушным никого. На несколько часов зрители словно погрузились в особый мир творчества Людмилы Гурченко. Услышали песни из ее репертуара и отрывки из книг «Люся Стоп» и аплодисменты.